Безусловно, главной новостью конца июля является интенсив новоизбранных депутатов Верховной Рады Отслуги Народа в курортном местечке Трусковец. Будущих депутатов собрали в респектабельном отеле Rixos для того, чтобы поучить их уму-разуму. The Commando регулярно и с гордостью отмечает, какие прекрасные эксперты, специалисты, профессионалы, коучи и прочие умные люди обучают новых народных избранников. Весь этот процесс подается как безусловное ноу-хау и нечто передовое в украинской политике. И самое страшное, что все мы потихоньку привыкаем к подобной ереси. И совсем скоро будем спокойно реагировать на совершенно идиотское поведение новоизбранной власти. В чем идиотизм ситуации? В The Commando набрали абсолютных непрофессионалов, не готовых исполнять законотворческие депутатские полномочия. А профессионалов позвали для того, чтобы вложить в непрофессионалов хоть немножечко ума. Интересно, только у меня возникает вполне закономерный вопрос. А не лучше было бы набрать в The Commando сразу нормальных профессионалов? Идиотизм, правда? Хотя вообще-то нет. Из умных думающих профессионалов никак не получится сделать управляемое стадо. А именно такая задача была у идеологов The Commando, когда они подбирали себе кандидатуры. Стадо. Абсолютное управляемое стадо, которое будет беспрекословно делать все, что ему скажут. Это стадо будет голосовать за законы, о которых не будет иметь ни малейшего представления. Мало того, даже читать законы им будет не обязательно. Я внимательно посмотрел на эти лица с налетом на респектабельной быковатости, напоминающий мне контингент зрителей 95-го квартала. И в принципе ничего не имею против этих людей, за исключением вкраплений навоза типа Дубинского. Но это не мой парламент. Мне сложно смириться с мыслью о том, что это вот все на годы теперь будет являться большинством Верховной Ради Украины. Перспективы рисуются совсем не радужные. Недавно судьба свела в неформальной обстановке с владельцем серьезной аналитической компании. Как водится, поговорили о политике. Я спросил прямо, чего же ждать от «Зайкоманды» и Владимира Зеленского лично. Ответ эксперта не был конкретным, но он мне все равно не понравился. Аналитик сказал, «Зеленский – актер. Чтобы понять его мотивы, посмотрите сериал «Слуга народа». И тут мне стало действительно страшно. Друзья, если вы разделяете наши взгляды, поддержите нас на платформе Патреон. Сервис помогает творческим людям получать помощь от своих единомышленников, подписчиков и просто фанатов. Все ссылки на экране. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok